Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлениям в Star Stable Online. Посмотрим, что же пронесло нам событие лошади Юрвика, на какие породы распространяются скидки, а также поговорим о том, что не только ждет нас на следующей неделе, но и в течение всего ближайшего месяца. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... Поехали! Начнем с лошадей Юрвика. К нам снова приехал Гильермо Гадеа со своими скачками. В этот раз они связаны с конкуром и распространяются на три породы. На чистокровную Юрвинскую, Тракенинскую и Бельгийскую. Находится он на самом углу плаца конюшни Юрвика и будет находиться здесь в течение всего месяца до 8 февраля. Ежедневно выполняя у него гонку вы будете получать 20 шиллингов, а также 500 опыта для своей лошади. Так что советую воспользоваться в течение всего месяца данной возможностью, чтобы докачать некоторых своих лошадок подходящих пород. А теперь поговорим о скидках. Также до 8 февраля на ярмарке лошадей будут находиться две породы. Это чистокровная Юрвинская и Тракенинская лошадь. Не волнуйтесь, их не убирают из игры, просто их переместили на ярмарку для всеобщего доступа. Скидка составляет 20%, поэтому каждая из этих пород стоит 590 старкоинцев до конца акции лошади Юрвика, то бишь до 8 февраля. Так что если вы хотели купить какую-нибудь из этих мастей или пород, то пожалуйста, у вас есть целый месяц, чтобы их купить. Но здесь находится, кстати, только одна масть Тракенинской, все остальные находятся в конюшне золотого листа. Так что всем, кто открыли осень, вам повезло, вы можете со скидкой купить данную породу именно там. Данная акция не распространяется на лошадей третьего поколения, а также на лошадок из приложения. Ну а теперь давайте поговорим о том, что же ждет нас на следующей неделе и в течение всего месяца. 18 января к нам приедут новые масти и необычные кусочки истории. Нам добавят сразу несколько лошадей разных пород с новыми мастями. Нам будут добавлены 2 теннессийских, 3 американских пейнтхорсов, 1 шикарный бельгиец и 1 финская лошадка. Так что такие лошади должны будут приехать к нам уже на следующей недельке. Мы уже рассматривали данных лошадей в спойлеры, которые высвечиваются в подсказке. Ну и как было сказано, в то же обновлении нам добавится продолжение кусочка истории, связанное с забытыми полями. Так что интересно, какое магическое продолжение мы с вами там увидим. 25 января станем репортером для газеты Юрвика. Если кто-то из вас интересовался новостями, сплетнями или всякими интересными историями, то в игре прям появится сюжетная линия и появится новый персонаж-журналистка Иман, который приехал на Юрвик со своей верной лошадкой Сахарой, чтобы издавать газету. И нам предстоит помочь ей выпускать первый номер газеты Юрвика, а заодно похвастаться новой одеждой и снаряжением для лошади. И завершающее обновление месяца 1 февраля. Увлекательные новинки в загоне Стива. Появится некое новое испытание, а также новичок Тай, который считает, что загон Стива идеально подходит для гимнастических прыжков. Интересно, как же они в итоге реализуют данные гонки. Ну и волшебные лошади данного месяца будут Ирине и Петро. Так что это все новости на сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк и пишите комментарии, что из этих обновлений вам больше стало интересно. Я лично жду выход новых мастей, так как масти действительно шикарные. И, видимо, Бильгейтс будет куплен на основной аккаунт. Очень интересная будет сюжетная линия с журналисткой, и также основная сюжетка, и большое количество новых препятствий в загоне на ферму Стива поможет сделать загон популярнее для тренировок у клубов. Так что на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. А я пойду, пожалуй, все еще привыкать к тому, что нету зимы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!